Родители Кирилла Жиренкова из Сосногорска обращаются за финансовой помощью к жителям Коми. Ранее жители родного города уже собирали часть средств на лечение ребенка. Кирилл страдает тяжелой формой церебрального паралича. На собранные средства он прошел курс лечения, состояние его улучшилось. Но тем не менее, курса недостаточно, а лечение в китайской клинике дорогостоящее. Светлана Некрасова продолжит. В декабре Кириллу исполнится 6. Детство этого ребенка счастливым не назовешь. Почти сразу после рождения стало ясно, с малышом что-то не так. Впрочем, диагноз ДЦП медики поставили только в 8 месяцев. С тех пор больничные стены для мальчика стали родными. Проблемы с речевым и психическим развитием, со зрением и сердцем. В общей сложности у Кирилла 10 серьезных диагнозов. Поскольку ДЦП, оно считается, чем раньше начинаешь его лечить, тем оно легче подается лечение. Потом 2 года мы еще ездили по России уже, хотя результатов не было. В больницах мама с ребенком лежали месяцами. Все накопления ушли на лечение в России, но результатов так и не последовало. Медики лишь разводили руками. У нас нет эффективных методик лечения ДЦП. Тогда родители стали искать, куда еще можно обратиться. Нашли клинику в Китае. Первый курс лечения прошли в 2 года. На тот момент ребенок даже не узнавал родителей, но результаты налицо. Один раз поехали в Китай, и через месяц ребенок, потому что начал водить глазами, а озираться по комнате вокруг игрушки были расставлены. То есть для нас это было как бы вот, да. И когда там же, месяц спустя, он потянулся первый раз и взял игрушку в руки, мы с мужем молча стояли, смотрели, думали, показалось мне ему. А когда он второй раз взял игрушку. После лечения в Китае малыш научился играть, ползать и сидеть. Благотворительный фонд помог приобрести и патренажер. Отец смастерил шведскую стенку и другие приспособления для реабилитации дома. Сейчас перед Кириллом важная задача – научиться стоять. Сначала Кирюшку вот мы пристегивали на эти лягучки, стоял он, это как бы вот прототип вертикализатора. Сейчас пытаемся стоять уже вот так потихонечку, опоры сами. Стоять нужно не меньше получаса, чтобы не было скучно, упражнения на развитие мелкой моторики. После лечения у Кирилла стало меньше неконтролируемых движений. Но китайские врачи предупреждают – быстрого результата ждать все-таки не стоит. Лечение предстоит длительное, на восстановление потребуются годы. Семья уже дважды на эти цели брала кредиты и обращалась во всевозможные фонды. Дальше уже вот обращались, приехали, стали фонды писать, обращаться на предприятие. И вот потом волонтеры предложили обратиться за помощью к людям. Очередной курс лечения в китайской клинике обойдется семье как минимум в 16 тысяч долларов. Сейчас в магазинах Сосногорска установлены ящики для сбора средств. Реквизиты для перечисления денег можно найти и в социальных сетях. Светлана Некрасова, Любовь Лапина, Евгения Оводова, Евгений Садыков, телеканал Юрген, Сыктывкар.